Друзья, всем привет! В этом ролике у нас будет очень горячее обсуждение в комментариях. Несколько дней назад я выпускал серию про дневник BMW, там я почитал комментарии, я, можно сказать, начитался комментариев, местами просто офигевал. И в этом ролике я просто хочу высказаться. Никогда ранее подобного не снимал, не делал. Я ни в коем случае не пытаюсь оправдываться, но просто по ряду комментариев я хочу пробежаться. И этот ролик вообще в целом будет интересный и полезный. Обязательно досмотрите его до конца. Я делаю специально тайм-код в описании к видео, в первом закрепленном комментарии, чтобы вы понимали, на какой минуте о чем пойдет речь. От себя скажу одно, что ни в коем случае никаких претензий я к вам не испытываю. Несмотря на то, что многие пишут с матом, переходят на личности, друзья, высказывайте ваше мнение, как считаете правильным. Я лишь хочу, чтобы вы досмотрели этот ролик до конца, потому что во многих моментах вы просто-напросто были не правы. Но в любом случае давайте разбираться вместе. Не размазываем кашу по тарелке, начинаем прямо сейчас. Погнали! Первое, с чего мы начнем, это тормозные диски. Давайте я вам кратенько напомню. В ролике, в предыдущем, который я рекомендую всем посмотреть, прежде чем смотреть этот ролик, я сказал, что при покупке автомобиля с пробегом 36 тысяч километров, я приехал в сервис на диагностику, и там была рекомендация по замене тормозных дисков. И многие накинулись, мол, как так? Кто же на 36 тысячах-то, да еще и на BMW меняет тормозные диски, тебя развели, ну и так далее. Вот давайте я вам отвечу на этот вопрос. Когда я приехал в сервис, мы делали полную диагностику автомобиля. Есть такой специальный прибор, с помощью которого можно проверить тормозные диски на биение. Стоит такой прибор примерно 12-17 тысяч рублей. Я с ним знаком еще со времен Мазды. Как он работает? Он идет на шарнирах, можно снять диск тормозной и проверить его на неисправность, то есть на легкое биение. И этот прибор показал погрешность. Я вам рассказываю простыми словами. Как это происходило на деле? Когда я ехал по городу со скоростью до 100 км в час и плавно тормозил, ничего не происходило. Но когда я выехал на трассу и разгонялся, допустим, 160-170 и потом начинал тормаживаться, два-три раза оттормаживаешься, появлялось легкое биение. Я подумал, что раз я купил автомобиль себе на длительное время, ну как минимум на тот момент на один год, зачем мне ждать, пока это биение будет лишь усиливаться? Ведь я хочу управлять автомобилем с удовольствием. Я заказал тормозные диски. Цена вопроса обошлась 22 тысячи рублей с установкой. Некоторые пишут, да тебя обманули, диски тормозные стоят там 18700. Да, я их купил за 18700 примерно точно так же. 3000 я дал за установку, потому что сам я их не ставил. Почему на таком пробеге диски уже были неисправны, я не могу сказать. Потому что я второй владелец. Первый владелец, возможно, где-то там разогнался, погрел диски, потом влетел в лужу. Либо еще что-то произошло. Вы сами прекрасно понимаете, что износ тормозных дисков с пробегом ну никак не связан. Понятное дело, что там 60, 70, 100 тысяч, они естественным образом будут стираться. Но в данном случае была такая проблема. Хотя, когда ты тестируешь автомобиль в городе, вот мы перед покупкой катались, никаких вопросов к ним не было. Это показал именно прибор и потом это почувствовал на скорости. Когда я дал подобный развернутый ответ человеку в комментариях, он все понял. У него вопросов не было, потому что на безопасности экономить ну не нужно. Тем не менее, появлялись куча людей, которые говорили, а зачем ты их купил новую, ведь можно было проточить. Друзья, когда у меня была Toyota Camry, там я как раз занимался проточкой дисков, потому что я не хотел их менять, не хотел тратить 20 тысяч рублей. Я понимал, что буду продавать. И помните, что было? Вот кто подписан на канал, помнит, что сказали, что ты осел, ты скупой, зачем ты так делаешь, на безопасности не экономят, кто же там точит диски и так далее и тому подобное. Поэтому, вот вам развернутый ответ, тормоза это все сугубо индивидуально, можно было бы оставить родные, кататься по городу, но я хотел сделать так, чтобы машина была довольна. Второе, про аккумулятор и его зарядку. Я в ролике рассказываю о том, что в течение 8 месяцев я два раза ездил к официальному дилеру, где по 4,5 тысячи заряжал аккумулятор. Многие говорят, да ты дурак, зачем ты это сделал, тебя развели, ведь можно было зарядить его максимум за 1000 рублей. Я вам скажу больше, в Кошире, в 100 километров от Москвы у меня есть зарядное устройство, то есть я мог приехать туда в офис, поставить на зарядку аккумулятор и зарядить его вообще бесплатно. Почему я этого не сделал, что я не знал, что можно его зарядить, конечно же знал. Первый момент, было непонятно, откуда уходит утечка. Когда я заехал в сторонний сервис, вот типа, где можно сделать это все подешевле, они сразу приговорили аккумулятор к замене, мол, вот, там машине уже пошел четвертый год, соответственно, хоть пробег небольшой, мало ездишь, короче, типа, меняй. Замена оригинального аккумулятора, я вам говорил, стоит 18 тысяч рублей. Аккумулятор стоит 4,5 тысяч, ребят, вот вы просто, ну, не разбираетесь вы в ценах, не знаете, я раньше думал точно так же, когда катался на Мазе, я помню, что аккумуляторы стоили там, ну, 3,5-5 тысяч рублей. А тут, оказывается, оригинально, он там необычный аккумулятор, он стоит 17-18 тысяч рублей. В тот момент они мне начали рассказывать о том, что вот, нужно покупать аккумулятор, должен быть специальный прибор для того, чтобы его прописать. В общем, они просто-напросто несли, ну, на сегодняшний день я уже понимаю ахинею, потому что просто люди не разбираются в вопросе. Если купить аккумулятор с точно такими же параметрами, ничего прописывать не нужно, можно его установить, заведешь машину, поедешь дальше. Если купить с другими параметрами, то может быть проблема, вплоть до того, что машину ставишь там на эвакуатор и везешь в сервис, где у людей прямые руки. Суть в следующем. Я подумал, поехать в Каширу, час дорогу туда, час обратно, плюс еще час закладывают, пока ты вышел из дома, доехал, достал этот аккумулятор, поставил его заряжаться. Три часа. Далее нужно ждать, пока он зарядится. Это все время. Я подумал, ну, нафига мне это надо, когда рядом под домом у меня есть официальный дилер BMW. Я приехал туда, люди диагностировали машину, выяснили, что утечка идет именно от видеорегистратора. Я отдал 4,5 тысячи рублей, но при этом я сидел в уютном месте, я пил кофе и работал. И за это время я заработал больше денег, нежели чем потратил. Поэтому зачем мне ехать куда-то там за 3-9 земель, чтобы сэкономить 4 тысячи рублей, когда я купил именно комфорт, я покупал именно уверен, что у меня была распечатка, где уходит ток, ну и так далее. В общем, я это сделал не просто так. Второй раз я поехал, потому что опять пошла утечка, я решил просто-напросто приехать, отключить у них видеорегистратор. Почему я это не сделал на стороне? Опять же, я обратился в другой сервис, я говорю, вот так и так, я знаю, что утечка от видеорегистратора. О, ну это нужно сейчас, короче, пол панели разбирать, все разбирать. Я думаю, блин, в тот раз ребята просто отключили его вот так вот за 5 минут. То есть они знали, как он был запитан в стороннем сервисе. Сейчас будем схему смотреть. 4,5 тысячи рублей, вот мне надо этим рисковать. Я посчитал так, что я лучше отдам бабки, опять же, поработаю с комфортом, все, поеду дальше. Поэтому я прекрасно знаю, что можно его зарядить и бесплатно, но я, подчеркиваю, купил комфорт. Третье. Техническое обслуживание официального дилера. Я напоминаю, что машину я купил с пробегом 36 тысяч километров. Первый владелец в последний раз обслуживал автомобиль на пробеге 29 тысяч 750 километров. Соответственно, самое время поменять масло. Я позвонил дилеру, я договорился с ним за 11 тысяч рублей. Очень много было комментариев из серии, да ты что-то об этом знаешь, у дилера есть акции, что можно по тысяче рублей давать за замену масла за 1 литр. Эта акция, ребята, почитайте внимательно, распространяется на автомобиле до 2015 года выпуска. Мой же автомобиль 2016, соответственно, под эти чудо-акции я не попал. Но, тем не менее, я попал под акции из серии, вот вы купили BMW, то есть вы входите в круг семьи. Условно, за 11 тысяч рублей замена моторного масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра, общая диагностика и штампик о том, что автомобиль продолжает оставаться на гарантии. Но, я же отправлялся к ним еще раз, просто поменять масло спустя 5 тысяч километров пробега. Когда я приехал поменять масло официального дилера, я отдал за это 9 с половиной тысяч рублей. Если бы я это делал бы на стороне, я бы отдал бы, ну, примерно 5 с половиной тысяч рублей. То есть замена масла, масляного фильтра, ну и заработать, примерно. Соответственно, я бы мог сэкономить аж 4 тысячи рублей. Когда я обратился к одному из... Ребят, можете просто масло поменять? Начались вопросы, я об этом рассказывал. А какой там у тебя щуп, электронный или так можешь залезть? Я говорю, электронный. А сколько масла лить, ты знаешь? Я говорю, я не знаю, как бы, вот я вам могу вин отправить. Я говорю, только машину купил, как бы первый раз вообще немцем владею. Куча вопросов и серий, что я понял, ну его нахрен. Я лучше поеду к дилеру, где вопросов не будет. Опять же, сяду, комфортно поработаю, заработаю денег, и мне заменят масло. Все. Таким образом рассказывать о том, что вот, можно было поехать в гаражи. Конечно, можно было бы. Можно было бы и вовсе отдать 3 тысячи 750 рублей за масла. И все это сделать самому. Отправиться в ту же самую каширу, поднять машинку на яму и все, слить все самому. Инструменты там есть. Тем самым я бы вообще сэкономил бы гораздо больше денег. Идем дальше. Антифриз. Ты зачем антифриз поменял, дурак? Да тебя развели. Кто-то даже написал, что антифриз, а, дистиллированная вода, 1000 рублей за литр. Да это вообще развод. Да, развод, когда ты не знаешь, куда смотреть. Антифриз, дистиллированная вода, 100 рублей за литр. Но, тем не менее, человек пишет комментарии, ему там говорят, типа, да, да, красава. Он вообще дурак. 100 рублей за литр. Объясняю. Когда я ездил к Сергею, это вот другой сервис, куда мы приезжали снимать интервью. Мне там снимали радиатор, промывали его. С меня денег не взяли. То есть, он сказал, типа, вот, просто оплатили людям работу, кто там трудился. Ну, все. Я отдал 3000 рублей. Сколько мне сказали, столько я и заплатил. Антифриз они не меняли. Они его слили, потом обратно залили. И чтобы был ровный уровень, они немножко далили своего. Все. Я поехал дальше. Я приехал. Мне ребята говорят, потому что он у тебя весь прозрачный. По сути, не дурно было бы его поменять. Цена вопроса, ну, на мой взгляд, не такая большая. Тем более, машине пошел четвертый год. Я купил тачку не для того, чтобы на ней экономить. И говорю, типа, не, я пока не буду менять. Я поменяю на 5000. Ой, на... Когда 5 лет я исполнился, вот тогда я поменяю. Блин, есть возможность. Я нахожусь в сервисе. Давайте поменять его. Теперь мне ближайшие там 5 лет об этом даже думать не нужно уж точно. Идем дальше. Замена свечей. У многих тоже бомбануло, мол, нахрена менять свечи? Вообще, какой смысл? А что там свечи в неисправном состоянии? Я вам могу сказать такой момент. Когда я общался с ребятами, они говорят, вообще, в целом, мы рекомендуем менять свечи, раз, внимание, в 20-30 тысяч километров. Вы скажете, что за бред? Ребят, я вам рассказываю, как есть выводы здесь, делаю только вам. Мне сказали, 20-30 тысяч. В моем случае на машине пробег почти 50 тысяч километров. Я помню, что, в частности, по той же самой Мазде на 60 тысячах там уже идет плановая замена свечей. Одна свеча стоит тысячу рублей за замену, а полторы тысячи рублей. Я вот сейчас их поменял, все, ближайшие там 30-40 тысяч, а то и 50, можно вообще о них не думать. Зачем мне это откладывать на потом, когда это можно было сделать здесь и сейчас? Да, свечи там были, скажем так, на состоянии 4 с минусом, 3 с плюсом. Можно было ездить дальше, но я посчитал то, что я хочу, чтобы машина была в хорошем состоянии, чтобы все здесь было в идеальном состоянии, поэтому я их поменял сразу. А вот сейчас самая интересная тема, тема про моторное масло. Вот этот комментарий меня заинтересовал больше всего, когда человек мне написал, тебе залили масло с индексом LL04, оно сделано для дизелей изначально. Я подумал, чего, начал разбираться. Открываем наш документ, что мы видим? Масло 5W30LL04, Longlife04. Значит, на все бензиновые моторы изначально идет 0.1 версия. Я, естественно, напрягся, начал изучать этот вопрос. Зашел на официальный сайт BMW, где вижу, что подобная серия 0.4 допускается для стран Евросоюза, в частности, там три страны, серия там Норвегия, ну кто-то еще. Для других стран прямо написано, запрещено. Я думаю, ну ничего себе, залили мне масло не то. Залез в интернет, начинаю копать форумы, где люди спорят. Одни рассказывают о том, что можно лить. Я все заливал, вопросов нет. Делаю публикацию в инстаграм нашего канала, в который я вас постоянно предлагаю подписаться. И человек рассказывает, я заливал себе 0.4, спустя 5000 километров щуп показал половину масла. То есть был жор, поменял его, залил другое, вопросов никаких нет. Залил другое, это 0.1. Я, естественно, напрягся. Я начал звонить ребятам в мир BMW, где, собственно, я был. Они мне прислали вот такую распечатку, ну, скажем так, скрин с экрана. Это официальная программа BMW, куда забили мой VIN номер. И вот она показывает, какие масла допускаются для этого автомобиля. И там первый идет как раз индексом, ну я назову так, 0.4. То есть можно заливать. Далее, я звоню официальному дилеру BMW, где я обслуживал автомобиль. Задаю им этот вопрос, какое масло лить, так 0.1 или 0.4. Мне человек отвечает, это вот официальный дилер Борисков, что мы вообще льем 0.1. Но, тем не менее, люди приезжают со своим маслом, и они привозят 0.4. Задаю вопрос, а почему они привозят там условно масло, которое вообще для дизельных моторов? Потому что забивая VIN номер, допуска идет то, что можно покупать это масло. То есть оно официально по программам вылетает. Соответственно, они с ним приезжают. Я говорю, это плохо? Нет, не плохо. То есть ничего страшного быть не может. Но, тем не менее, вот такая картина происходит. Читая форумы, здесь, как обычно, люди делятся на два. Типа, одни говорят, что все, мотор можно выкидывать, это будет проблема. Другие говорят, как бы вопросов нет. В любом случае, вот здесь, как раз, я прошу ваш совет. Напишите в комментариях, а лучше вот на почту, кто действительно разбирается, есть ли смысл в экстренном порядке там ехать, сливать нахрен это масло, заливать другое там с индексом 0.1. Мастер, когда мы с ним общались, да, он говорит, лукойловское масло говно. Многие на него накинулись, мол, типа, что это за мастер такое? Ребят, напомните мне, пожалуйста, дилетанту, вот, допустим, непосредственно BMW шли заводы, кастроловские масла, шеловские масла. Есть еще несколько там масел, которые люди заливают. Кто владел BMW, кто льет вообще лукойл? Вот я вам сейчас вывожу на экран скрин, где человек рассказывает, у меня там товарищ залил два раза лукойловское масло, мотор отрыгнул. Соответственно, в частности, про BMW, поднимите руку, кто льет лукойловские масла. Вот вы говорите, мастер дурак, он ничего не понимает, кто из вас льет лукойловские масла? Вот мне просто интересно. Вы можете делать выводы на основании ваших автомобилей, правильно? Ну, то есть, вы купили машину, там, с завода идет лукойл, есть такие тачки. Но, в частности, сюда, в BMW, я ни разу не встречал, чтобы кто-то лил лукойл. Идем с вами дальше. Люди удивились ценам, мол, пипец расценки, что на сервисе, где я был, что вообще в целом, там, 4,5 тысячи на аккумулятор, 22 тысячи на диски, да с такими ценами, с таким содержанием, и Жигули будет дорого содержать. Вот давайте я вам покажу чуть-чуть другую калькуляцию. Опять же, мне очень нравятся некоторые комментарии, там один человек писал так, что он подумал, что машина новая, я проехал на новой тачке 13 тысяч км, а уже столько вложил. Ну, не суть. Я вам сказал, что я вложил в машину 75 тысяч рублей. Я вам сейчас вот просто все прям разрисую. Через 5 тысяч километров я еще раз буду менять масло, и я поменяю тормозные колодки. Плюс 10 тысяч рублей, я плюсую. Это получается 85 тысяч рублей за 12 месяцев, и примерно 18 тысяч километров пробега. Что я делаю? Я делю на 12. То есть 7 тысяч рублей в месяц. Вот 7 тысяч рублей в месяц обходится условно машина мне по содержанию, при всем том, что я ни в чем ей не отказываю. То есть она катается, как сыр в масле. И я хочу, чтобы вы меня услышали. Я не пытаюсь никак вам дерзить, боковать, там, вести себя, как пафосный мальчишка. Я на эту машину заработал сам. Я тружусь, я стараюсь, я каждый день чем-то занимаюсь. Таким образом, купив этот автомобиль, я купил его не для того, чтобы на нем ездить по гаражам, чтобы везде менять, где подешевле, чтобы вот экономить там каждую копейку. Я купил эту машину, чтобы ей наслаждаться. Если бы для меня этот перепад по цифрам был бы значительный, я бы, естественно, бы экономил. Но в данной ситуации я не так много переплатил для моего кошелька. Я, конечно же, понимаю, что нужно экономить. Копейка, рубль бережет. Все это правильно. Но вот так получилось. При этом, о чем я пожалел? Что в этом ролике, в предыдущем, я не сделал альтернативную таблицу, где, допустим, ты покупаешь машину, ты либо не меняешь тормозные диски, либо ты их там протащил. В общем, ты сэкономил. Аккумулятор ты заряжаешь сам. То есть, там, условно, 500 рублей ты отдал. Масла ты меняешь. В общем, можно было бы отдать на стороне, не меняя антифриз, не меняя свечи, ведь все нормально, там можно ездить дальше. Примерно вы бы отдали бы 30 тысяч рублей. Таким образом, для вас бы, с пробегом бы 20 тысяч километров, вы бы платили бы в месяц примерно 2,5 тысячи рублей. То есть, 2,5 тысячи рублей это условие серии, экономлю на всем, ничего лишнего не делаю, нахрена менять свечи, поменяю их потом. Я плачу 7 тысяч, можно было бы платить 2,5 в месяц. Таким образом, я отдал за год 85 тысяч, ну, а дам, вы бы отдали бы примерно 30, ну, максимум, наверное, 35 тысяч рублей. И раз мы заговорили про цены, был очень интересный комментарий, который отображает вообще всю суть вот этой полемики именно в комментариях. Человек пишет, сейчас нахожусь на станции технического обслуживания. Я проживаю в городе с населением 250 тысяч человек. Станция технического обслуживания моего друга. Здесь 7 подъемников, и, как правило, они постоянно все забиты. Так вот, я решил сравнить цены. Диагностика ходовой у них 100 рублей, замена фильтра салонного воздушного 100 рублей, замена масла в двигателе 500 рублей, а, 300 рублей в коробке 500 рублей. В общем, цены все там типа по 100, по 200, по 300 рублей. И он говорит, я озвучиваю цены мужикам, здесь все смеются из серии вот это разводняк, вот это баблосос, вот у вас там в Москве вас всех нагревают, у нас здесь все дешево. После чего я задаю ему один вопрос. Слушай, а сколько у этих мужиков, вот кто работает в сервисе, зарплата? Он говорит, я не знаю, мол, я сам-то не работаю, ну, в среднем 1000-1500 за отечественный автомобиль, за иномарки чуть подороже. Я беру в среднем расчет, там, ну, 1250, допустим, они получают в день. 25 дней в месяц они работают. Таким образом они зарабатывают 30 тысяч рублей. Если взять побольше, ну, окей, там, 35 тысяч рублей они зарабатывают. Отсюда вопрос возникает у меня. Мужики, а на чем смеемся-то? То есть целый день ты находишься в сервисе, крутишь, вертишь, по 100, по 200 рублей, все меняешь, и в конце месяца ты приходишь домой с зарплатой в 30-35 тысяч рублей. Вот это разве смешно? И он говорит, у нас очень много москвичей приезжает, на что я ему дал совет, поднимите цены для москвичей, хоть зарабатывать начнете. А причина низких цен простая, лишь потому, что большая конкуренция. Вы думаете, в Москве маленькая конкуренция? Ну, неужели в Москве мало сервисов? Их полно, на каждом углу. Просто люди уже пошли от обратного. Мы когда ездили в сервис к Сергею, где мы общались с человеком, интервью у него брали, он говорит, я просто огородился от клиентов, которые приезжают, им тысячу рублей, заснять установку бампера дорого. Просто подняли цены. Сейчас приезжают люди, которые не торгуются. Тем самым мы зарабатываем, мы делаем качественно свою работу. В общем, вы с этим можете поспорить. И я понял одно, что, конечно, это все печально в силу того, что нет у людей в стране денег. И я вас прекрасно понимаю. И всех очень удивила цена за замену салонного и воздушного фильтра. 1800 рублей. У официального дилера такая услуга стоит примерно 2,5 тысячи рублей. Как бы вы отнеслись к тому, что я приезжаю на сервис, обслуживаю машину, и говорю такой, таки стоп, не нужно менять салонный фильтр, воздушный фильтр, я таки поменяю его сам, для того, чтобы сэкономить. Я прекрасно знаю уже наперед, что были бы те, кто сказали, вот, вот самый настоящий пример того, что купил BMW, а заплатить за замену фильтров даже денег нет. Ребят, я позволил себе отдохнуть. Сервис, он на то и сервис. А ты приходишь, я ходил с камерой, снимал, собирал верного подмития для себя контент. И поэтому заплатил за замену фильтров. Можно это все поменять самому. Напоминаю, что в роликах про Мазду я показывал даже, как это в частности делать на Мазде. Как это сделать, я прекрасно знаю, ничего сложного в этом нет. Когда люди пишут комментарии на Ютубе, невозможно зайти к ним на страницу, посмотреть, что это за человек. Но есть сайт Drive2, где вот там-то как раз можно перейти. Я там очень часто встречаю, кодублирую новости о том, что это все ерунда, это нахрен, это бесполезный контент. При этом переходишь на страницу к человеку, и что я там вижу? Обзор на брелок с Алиэкспресс оригинальный для BMW. Обзор на накладки на педали. Я съездил на сервис, выявил проблему. Вот у человека разрядился аккумулятор, он вот такую статью пишет, почему он разрядился. Опять же, он пересказывает слова мастера, который ему что-то рассказывал. И вот он там пишет. Вот, значит, была глубокая ночь. Короче, такую дурь люди несут, и они считают, что вот этот контент полезный. При этом ты что-то делаешь, стараешься, все, в общем, даже не хочу про это говорить. В ролике в сервисе я спросил у человека, кто занимается электрикой, про чиповку. Здесь я с вами полностью согласен, что очень странный ответ от человека, который всю жизнь работает с BMW, когда ты знаешь вопрос, а в чем разница двух моторов, там, 520 и 528, когда он, я особо не вникал, хочется, хотелось, по крайней мере, услышать четкий ответ, что да, на разницу есть, в там-то, там-то, там-то. А не так, что вроде бы есть, или вроде бы нет. Очень многие люди начинают накидывать комментарии из серии, вот Ярдрей снял ролик про чиповку, где человек сделал чиповку на Тигуане, на дизельном, и она у него отрыгнула, в частности, мотор. Хочу добавить следующее, по единичным случаям, судить не нужно. Куча людей, просто тысячи по нашей стране, делают чиповки, делают грамотный чип-тюнинг, никаких проблем нет. Соответственно, что там ему поставили, как там ему поставили, вот у Ярдрея есть эксперт Денис, продвинутый, толковый мужик. Я думаю, будет интересно послушать, вследствие чего сломалось. Он его, ну, по-любому, что-нибудь из-за кривых рук. Фух, все сказал, друзья, какие выводы я сделал лично для себя из предыдущего ролика, что в комментариях всегда нужно указывать две статьи расходов. Как я обслужил свой автомобиль, и как можно было бы его обслужить по минималу, чтобы человек знал, что купив автомобиль, он будет его обслуживать, но он будет экономить на этом, на этом, делать это, это, это реже, таким образом он сэкономит денег и отдаст вот столько. Я же отдал вот столько. В любом случае, вот сейчас я вас приглашаю в комментариях, вот скажите, пожалуйста, вот в моих словах, вот в моих действиях, ну, есть же логика. Я же не делаю ничего лишнего, я делаю так, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии. Не просто так люди звонят и готовы покупать его по той же самой цене, по которой купил его я. В любом случае, я вас всех приглашаю подписаться на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Подписаться на сам канал, потому что дальше будет больше интересных и полезных роликов. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.